О том, что такое жизнь с ОВЗ, Валерий Семиков знает не понаслышке. Впрочем, сам себя он называет иначе. Человек не с ограниченными, а с безграничными возможностями. И всегда старался следовать этому кредо. Окончил 15-ю школу, успел поработать на градообразующем предприятии, владел успешным бизнесом. А с недавних пор направил энергию в новое для себя русло общественной работы. Валерий активный член военно-исторического общества 1945-й и председатель Саровского отделения Всероссийского общества инвалидов. На вопрос о том, почему решил подать заявку на областной конкурс для людей с ОВЗ «Путь к успеху» с улыбкой отвечает, чтобы вдохновить. Я узнал об этом и решил принять участие, показав своим личным примером, ну, людям, молодым людям прежде всего, что надо искать свое место в жизни, что не надо заострять внимание на своих каких-то болячках небольших, что эти вещи иногда надо обращать не в минус, а в плюс. Валерий Семиков занял первое место в номинации «Мой большой успех». Награду ему и другим лауреатам вручал новый глава города Алексей Сафонов. Поздравив конкурсантов, Алексей Александрович выразил желание наладить тесный контакт между властями и представителями общества инвалидов. Как эксперт в области доступной среды, Валерий Семиков надеется, что это выльется в реальное, а не формальное продвижение интересов маломобильных граждан. Дело долгое и кропотливое, но первые подвижки уже есть. Вчера консультировал строителей, администрация, так скажем, выступила за стрельщиком. Она решила сделать санитарно-гигиеническую комнату для инвалидов, полностью обустроенную всем требованиям и показателем на первом этаже администрации. Вот так, скажем, как образец. Это интервью наша съемочная группа записывала в новом помещении, которое Саровскому отделению Всероссийского общества инвалидов выделили в стенах КБО на перекрестке улиц Курчатовой и Московской. Условия пока спартанские, но скоро здесь начнет работу полноценная общественная приемная для людей с ограниченными возможностями здоровья, которой так не хватало в новом районе. Это место очень доступное для встреч людей, для того, чтобы донести до них какую-то информацию, чтобы они получили консультацию. В старом районе города Саровское отделение Всероссийского общества инвалидов продолжает работу по прежнему адресу. Улица Бессарабенко, дом 14. Озвучить свои мысли и пожелания также можно по телефону 3-50-11. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова